Счастливчик Предприниматель, мне нравится слово предприниматель Я всегда предпринимаю в жизни попытки улучшить свою жизнь А много таких попыток было? Я разорился три раза. Первый раз я разорился в Дриск, когда рухнуло машиностроение Помните, Павловская реформа? Ну молодежь уже не помнит Когда у нас много денег было, потом их не стало, нам объяснили, что это реформа И я остался должен несколько сот тысяч долларов Я зубы стиснул, начал дальше работать, сделал еще одну попытку Заработал кучу денег Потом в 98-м году, когда был дефолт, я разорился и стал уже должен После своего краха банкротства 20 миллионов долларов Но кредиторы разрывали на куски, грозились убить Просто тяжело было работать, в 98-м году никто не работал, все в шахе были И все равно потихоньку на что-то себе поднялся Предприниматель это человек, который падает и встает, идет дальше Другого пути нет успеха С долгами рассчитались? Повезло, рассчитался И вы знаете, я расскажу случай в своей жизни Это как анекдот, но это так было Перед дефолтом в 98-м году Иван Демидов, телеведущий Он тогда был директором ТВ6 канала Мой земляк Нет, не земляк, он учились рядом Он не из Ерофима Павловича Не из Ерофима Павловича, точно, да Он пригласил меня на передачу «Сделай шаг» И я, вот знаете, дал согласие, но потом произошел дефолт И из богатого человека, который обладал состоянием сотен миллионов долларов Я стал должен 20 миллионов долларов Прихожу на эту передачу, потому что люди Ну как, в общем-то, ждали Ну я ответственный человек, но настроения в душе никакого Черное сердце Ну, понимаете, проснулся Был богатым, стал нищим И кредиторы у тебя мозги попудрят с утра до ночи И вот мы сидим три бизнесмена И встает типичный вопрос Студент, парнишка такой хороший Говорит, Владимир Викторович, а можно задать вам вопрос? Как стартовать можно без денег, без стартового капитала? Ой, хороший вопрос Да, я сижу, у меня минус 20, у него денег просто нет Считайте, что я его вам задал Да, 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 да Я, честно говоря, сижу такой, думаю, Вовочка, мне бы твои проблемы Кто бы мне сказал, как минус 20 миллионов стартовать? Это из жизни То есть, на самом деле, не важно, сколько у вас денег На самом деле, ваша готовность идти дальше Бороться, вот это самое главное Вы родились на небольшой станции Ерофей Павлович Да, вы наш земляк Да, чем горжусь Из Ерофея Павловича вы стали человеком Ну, на семинары которого сейчас собираются Тысячи, сотни тысяч людей Вы знаете, все очень просто Мой папа был беспризорником с Украины Виктор Семенович Довгань Всем бы отцов беспризорником, да Вот, честно скажу, да Он даже не пошел на выпускной вечер Потому что у него были разные ботинки Ему стыдно было Красивый парень, учился хорошо Мама выпивала, дед погиб Ну, война тяжелая, да, знаете, такое вот время Мама Соловьева, Раиса Васильевна Из рода воронежских, ну, так скажем Кулаков так, крепких Раскулачили И вот когда папа с мамой встретились с Ерофей Павловичем Поженились Родились два сына В том числе и я Вот Но отец понимал, что сыну надо дать образование И тогда Хрущевская реформа, помните? Помню Что такое Дальний Восток? Я кушаю, завтракаю в Москве Ужинаю на Дальнем Востоке Все льготы сняли И, естественно, жизнь стала невозможной И отец понял, что нужно вырваться, чтобы дать образование детям Он уехал в город Тольятти Ну, искал просто, поехал И, как он мне рассказывал, спал на песке В своем бушлате В железнодорожном Потому что негде было остановиться, чтобы зацепиться как-то Зацепился, перевез семью Жили очень тяжело В маленькой хибарке Мама заболела очень сильно Я приехал, ребенка Меня отправили в 4 года к бабушке сюда К моей, в Ерофей Павлович Я в детстве с ними жил, потому что родителям было туго Потом все-таки оклемались Получили квартиру Начали, ну, начал я жить В общем-то, учиться в Тольятти Но школа мне не давалась Я был двоечником Школа не любила меня Я не любил школу Учитель математики могла спокойно сказать Это так не педагогично звучит Вы знаете, я говорю правду, да? Почему? Потому что я спортом увлекался На сборах 22 дня пробудешь в месяц Приедешь, упускаешь математику, физику Нагнать не можешь И учительница могла сказать математике Довгань, ты дурак, ты дебил Таких, как ты, выгонять надо из школы Но я не был дебилом Я очень много дал времени спорту Меня спорт сделал Научил трудиться Пахать в команде Ответственности Планировать соревнования Готовиться, переносить неудачи То есть моя школа, мои учителя-тренеры То есть я не воспитанник школы А воспитанник советского спорта И вот это дало мне закалку Падать и вставать Падать и вставать Еще больше работать Больше тренироваться В вашем интервью В «Комсомольской правде» Ну, несколько парадоксальные Отличные От общественного мнения Мысли Вы говорите, что школа Сегодня И институт Имеется ввиду высшее образование Не соответствуют Сегодняшнему Наверное так Менталитету Вы знаете Темпу даже времени Вот смотрите За последний год Открытие в мире делается больше Чем за предыдущих пять лет Речь не идет о скорости А ускорении А образовательная система В общем-то была хороша В индустриальный век Когда завод Звенит гудок Человек идет на работу Система, да Дисциплина Чтобы обслуживать этот бизнес Индустриальный Но сегодня время другое И сегодня Это в мире Не только в России В России лучшие педагоги Несмотря на то, что они нищие Ограбленные государства Мне лучшие Низкий им поклон А, нет Они лучшие действительно Наши ребята Это просто без меня конкуренции Но проблема в чем Смотрите Помимо физики Математики Помимо литературы И нужных других предметов Люди должны с первого класса Изучать Как быть здоровым И как быть успешным Понимаете Наука побеждать Вот если бы Александр Васильевич Суворов сказал бы Наука побеждать Наука успеха Сегодня в мире Прогрессирует очень сильно 50 лет назад Приблизительно Хилл Наполеон Написал книгу Думы и богатей Я рекомендую всем ребятам Всем взрослым И детям Думы и богатей Это библия успеха И она изменила эта книга Миллионы и миллионы людей Это первый учебник О успеху А был о успехе За всю нашу цивилизацию Шумерской еще истории Один человек нашелся И подумал А это был не Хилл Наполеон А Эндрю Карнеги Который Который был богатейшим Старелл Библиотек В 8 университетов В больнице По всему миру Представьте 100 миллиардов долларов Но начинал он Бедным ирландским мальчиком Который работал за полтора доллара Наматывал там нитки На откаткой фабрики И вот когда он добился успеха К нему пришел Хилл Наполеон Молодой журналист Который писал светскую хронику И вот этот багнат Великий просто меценат В мире величайший Он считал так Что если после твоей смерти Остались деньги Значит ты зря жизнь прожил Ты должен деньги накопить И отдать людям И вот он посоветовал этому Хиллу Наполеону Говорит Слушай я тебя познакомлю Со всеми известными людьми в мире С Дюпонтом С Фордом С Рокфеллером Со всеми политиками А ты узнай у них Проинтуивируй Почему они успешны И вот Хилл Наполеон Потратил 20 лет жизни И написал эту книгу 20 лет анализа Почему одни болеют Другие здоровые Почему одни богатые Другие бедные И вот эта книга Это мощный очень инструмент успеха И таких книг уже в мире много Вот я бы предложил Будущему образованию Может когда-то хватит сил Ресурса Сегодня нет сил Сегодня бороться с бюрократией Я бы с удовольствием Пропагандировал бы сейчас и пробивал Просто тяжело очень Сделать с первого класса Два урока принципиальных Как быть здоровым ребенку И второй урок принципиальный Это как быть успешным А это целая наука побеждать И помимо того что Получать знания физики и математики Это самые главные два предмета То есть я правильно понимаю Что если дать человеку Какой-то толчок Какие-то знания То у нас в стране Может стать Меньше людей Которые Своей жизнью Не довольны Я думаю что мы можем Вообще изменить весь мир Потому что русские люди Талантливы Вот понимаете Я сегодня приехал На свою родину И я потратил Несколько часов Доказывая Своим друзьям Соотечественникам И людям Что вы талантливы Давайте посмотрим В историю Сколько научных открытий Менделеев Павлов Попов Ломоносов Мечников Илья Николаевич Бесконечно могу перечислять Сколько героев Суоров Кутузов Наполеон всех побил Но наши ребята его победили Жуков Рокоссовский Огромное количество Но мы должны четко понимать Мы особая нация Не шовинизмом от меня пахнет А просто я хочу Приободрить людей Талант такой Бог нам дал Природа Что мы можем все знания освоить Плюс мы находимся Между Востоком И Западом Мы симбиоз У нас и дух и математика И вот когда мы будем Воспитывать своих детей На традициях Ушакова На традициях Суорова На Сухомлинского Я не знаю Королева Сергея Павловича Вот тогда Мы будем победителей Воспитывать А не лакеев Который пилит лес И продает его в Китае Или в Японии Готовы все выпилить Или там крабов выловить Возьмите как крабы Мы способны на это сделать И очень много талантливых ребят Несмотря на то что Очень много людей Спиваются Наркоманят Но это не вся Россия Понимаете Не вся Россия Проститутки Много очень талантливых ребят И вот им надо дать толчок А толчок это дух Это знание Как быть успешным Владимир Викторович И тогда последнее Вот два слова Буквально Нашим телезрителям Что бы вы посоветовали Вы уже и так много сказали Все таки Суммируя Что бы вы посоветовали Нашим телезрителям Дорогие земляки Дорогие друзья Не важно Дорогие земляки Дорогие друзья Не важно сколько вам лет Обязательно Стартуйте в жизни Делайте попытки Вы знаете Я в этот Наш регион На свою родину Привезу очень много Интересных проектов Найдите людей Которые Что то связанное с Довганем Они покажут вам У них книги прекрасные есть У них есть прекрасная информация Прекрасные школы Я готов вам за свой счет Выслать огромное количество литературы Отзывайтесь Давайте вместе с вами Преодолевать это пьянство Безысходность А как это сделать Есть много путей И я вам точно этот путь Гарантирую Что вы можете изменить свою жизнь Главное действуйте Поднимите плечи Расправьте спину Оторвитесь от бутылки пива От самогонки От телевизора И действуйте Это самый главный совет успеха Вам горит человек Который три раза разорялся У которого было пять хронических заболеваний И как видите Крепкие Здоровые Энергичные Уважаемые телезрители Мне добавить остается только одно Никогда не сдавайтесь А вам спасибо Спасибо большое Спасибо За возможность обратиться К своим землякам и друзьям До новых встреч Продолжение следует... До новых встреч Продолжение следует... До новых встреч